привет youtube привет друзья с вами снова док и вы на моем канале сегодня мы заканчиваем нашу эпопею с этим релизом гленморанчи начали мы с гленморанчи 10-летним оригинал который находился все 10 лет бурбонных бочках затем мы перешли на лозанту 12-летнюю которая 10 лет находилась бурбонных бочках и потом дозревала в бочках из-под хереса наверное алло розу еще два года потом мы перешли на гленморанчи квинта рубан которому 14 лет из них 10 лет он провел судя по тому что пишут 10 лет он провел бочках из-под бурбона и остальные четыре года он провел в бочках из-под португальского вина порт вейн и сегодня у нас в гостях вот этот пациент это гленморанчи нектадор нужно конечно сказать что вся вот эта линейка она претерпела по моему 2019 году маленькие изменения гленморанчи лозанта так и остался 43 процента гленморанчи квинта рубан из 12-летнего стал 14-летним 12-летняя прошлый раз показывал квинта рубан 14-летний он мне очень понравился он выиграл в прошлом раунде сравнение против томатина порт порт каск финиш а сегодня у нас значит вот этот мектадор мектадор это 10-летний гленморанчи который потом два года судя по всему два года так было раньше находился в бочках проходил свой финиш бочках из-под французского десертного сладкого вина сатерн сейчас этот гленморанчи нектадор без указания возраста а раньше а раньше вот он как продавался вот в такой упаковке мы откроем я покажу вам ему стоял возраст 12 лет так надо аккуратно вот так вот он и продавался 12-летний гленморанчи нектадор сейчас даже этого уже нет сейчас выпускают 16-летний он называется нектар и туда вошли разные бочки то есть финиш проходил в разных бочках из-под французских вин не знает только ли сатерна или еще какие-то другие виды называется он на сегодняшний день нектар вот это наша линейка вот он наш пациент но у нас всегда был контрагент у нас всегда был пациент который боролся за звание кто же первый в прошлый раз это был томатин томатин к сожалению все три раунда проиграл и теперь новые студийные исследования в нашей больнице студийные исследования включены значит гленморанчи нектадор что у него у него 46 процентов он судя по всему имеет оригинальный цвет не подкрашен и не проходил холодной фильтрации а контрагент я долго думал кого же я возьму искал приблизительно такого же возраста виски и такой же крепости не мне ничего другого не пришлось как взять и гленм к дам 13 лет сатерн каск финиш который тоже имеет 46 процентов он не проходил холодной фильтрации и имеет натуральный цвет вот эти два виски и являются сегодняшними нашими пациентами немножко о дистиллерии гленкадом должен я сказать она была основана в 1825 году это хайлэндовская дистиллерия она скажем так в 19 веке открывалась закрывалась стояла долго без работы в конце концов где-то в 1854 в 1954 году она попала в руки фирмы баллантайнс она работала практически полностью весь бленд шоу в баллантайнс этот известный блендет молд теперь на сегодняшний по мост 2009 года она находится в частных руках и линейка постепенно расширяется 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 такой известный был 15-летний гленкадом он у меня есть я вам сейчас его покажу это был вот 15-летний гленкадом это был так называемый хлеб с маслом этой дистиллерии потому что на нем они зарабатывали деньги сегодня сегодня уже есть десятилетний он такой относительно недорогой около 30 евро затем различные ноуэдж стейтмент виски например по моему называется ангалузия по моему еще есть один он 1825 по моему называется оригинал по моему по моему так ну и потом идет как всегда был 13-летний долгое время который сейчас уже не производится потом был 19-летний потом был 21-летний и 25-летний тоже существует а также разливы которые посвящены различным видам бочек например вот этот разлив это трипл каск портвуд финиш до 17-летний ну таких много у него также есть 19-летний аллороза каск финиш у него еще есть еще портвуд у него постоянно повторяется это был смол бэтч потом еще один раз смол бэтч ну вот что касается гленкадома ну что я думаю нам стоит начать наш наших студийных исследований хватит заниматься болтологией откроем нашего пациента я приготовил еще немножко воды чтобы работать с водой да я сейчас его открою вот язычок нужно потянуть а если потянуть за язычок дверца то и откроется или не очень она хочет открываться нет откроется избушка избушка я поставлю его сюда чтобы видеть или скажем так это уберу вот сюда этот поставлю сюда закроем насколько я себя этим знаю я наверно этим сегодня не ограничусь хорошее настроение так да ну давайте опустим нос опустим но сначале гленморанджи напомню еще раз гленморанджи имеет 46 процентов по возрасту приблизительно 12-летний я так думаю так об этом и говорят хотя возраст они перестали писать гленкадом еще раз напомню 13 лет 46 процентов не проходил холодной фильтрации и без добавления красителя пусть подышать чуть-чуть еще немножко такое не сразу ударил мне фруктовостью но сладость до ваниль до карамель до вот начале бурбон идет а вот теперь идет но вот теперь пошел светлый виноград напоминать мне немножко напоминать мне немножко виноградный сок только который чуть-чуть постоял и так чуть-чуть чуть-чуть под горку пропахивает светлые фрукты вы знаете этот виски не зимний вот он пахнет летом летом хорошим вечером теплым сесть наружу где-нибудь на террасе навел себе такого вискаря он не абсолютно сейчас такой не многослойные какой-то там с фасетами какими-то такой вот где нужно много искать ловить нюансов он фруктовый это фруктовость не бьет сразу в нос ее нужно подождать нужно подышать еще раз это все спелые фрукты это яблоки спелы это груши но не переспелая спелы яблоки груши виноград типа хурмы что-то такое ощущение что немножко немножко айва а я его очень люблю они разные ну ладно давайте начнем с этого что-то мне ой ой не скажу что-то я побаиваюсь кто сегодня победит друзья мои ладно первый глоток мы сегодня виски сланчиво так он сладкий алкоголь эти 46 процентов они есть они тебя не убивают они тебя не заставляют вдохнуть тяжело воздух они есть они обогревают рутовую полость они обогревают слизистую оболочку они виде маленьких пузырьков на кончике языка послевкусие средняя долгое во рту эти фрукты откушенное яблоко откушенная груша от есть такие большие крупные зимние груши которые долго зреют вот такая вот груша яблоко наверное не красное а яблоко наверное все-таки зеленые сочное зеленое но не кислое а сладкое зеленое яблоко и виноград светлый виноград кстати об этом вине сатерн до которым проходил финиш в бочках из-под которого проходил финиш первых это очень дорогое вино это французский регион бордо есть у него там под регион по моему называется где-то даже выписал друзья мои под регион граф вот как я назывался он граф называется очень дорогое проект производства трудоемкая виноград покрывается плесенью специальные вот это цветы плесени очень тяжело работать во первых это плесень может привести к тому что виноград быстро переспеет или просто пропадет поэтому стоимость вина доходит там не знаю 50 60 евро за бутылку может быть и больше наверное все таки и нижний предел и он выдерживается даже виду картинки с 15-летним 16-летним до 20-летнего вина то есть я так понимаю что это вино заслужит внимание хотя его честно говоря ни разу не пробовал было бы интересно было вообще интересно пройтись по линейке вина вот по чуть-чуть вот наверное я это сделал нас есть такой магазин где называется сам фон фас до фон фас значит из бочки вот так называется сеть магазина по германии из бочки и в этом магазине ты можешь купить виски на разлив то есть там не бутылки продаются тебя отливают закрывают из больших таких стеклянных чанов и в том числе там есть вина вина испанские которые то можно попробовать это херес и причем херес различных это херес ала роза херес педро химминез и амунти ляда нужно будет зайти и наверное портвейн там есть различных и тони порт и руби порт и белый порт это все это интересно интересно будет интересно если там будет сатерн вот я по чуть-чуть и вот такую тестировку вин просто интересно а потом даже интересно будет взять бурбонное вино какой-то 10-летний кто только в бочке от бурбона лежал и капель вина и посмотреть что этого получится то есть как бы моделировать хересное или там сатерновое вино самому данной понятно что это ерунда но тем не менее было бы интересно вот такой вот вот проведу такой когда-нибудь поехали дальше мы еще здесь не знаю насколько свежи или насколько активны были бочки из-под сатерна но явно фруктовости такой вот вот фруктово себе бьет нос и и нет если честно и у нет он сдержанный фруктово сдержанной айва я откусил сейчас айву такое ощущение что маленькие гуми берхин да у нас медведики такие есть они фруктовые медведики вот вот тоже может быть что-то такое но той активной сладости вот чего-то я ожидал сладость какой-то почему-то ну пока нет такой сдержанный джентльмен двенадцатый летний ну или сколько туда возраст если был 12 на все-таки указали бы наверное из части дистиллята который все-таки помоложе но он не слишком молодой если даже говорить о возрасте потому что нет металлического привкуса который характерно для нет нет он он какой-то возраст имел да то есть у него за 10 лет это точно немножко замшелостью старым погребом пахнет да я на ющу я так его не оставлю я слава богу вот что мне хорошо что я нашел в интернете у мужика вот такие разлив от леванты как вы называете да не там словно не сильно от левант и о 100 миллилитров я у него купил эта бутылка стоит такого генка дома это был по моему было около трех тысяч бутылок всего лишь выпущено они еще есть потому что за для 13 летнего гленка дома с крепостью 46 процентов цена в 90 евро это кусочая цена можно за такие деньги консигал каск найти у других ну не у самых таких крутых вина не виноделов а производителей виски но может быть и таких независимых продуцентов да я же хотел налить слишком много говорю ну темного из ничего не да нет этих сухофрукта может быть курага вот она еще такая вот в светлости где в основном это виноград яблоки груши сладость идет как от этих жилированных медведиков молочный шоколад виноградный сок виноградный сок виноградный сок однозначно чувствуется терпкость от бочек она есть не беру судить о качествах этих бочек наверное это все-таки десятилетка оригинального десятилетнего бурбонных бочек я еще всегда говорил что мне такое было впечатление что эти бочки свои отжили до бездыханные тела в которых пытаются вдохнуть жизнь они свою работу делают они держат дистиллят 10 лет они дают ему какие-то танины какую-то легкую горечь от древесины но но тепло свою душу свою они этому дистилляту наверное все-таки не давали не давали ни в одном из них и все свое все свои качества вот например лозанта мне понравилась мне кажется лозанта получила от хересных бочек вот эти два года в хересных бочках дали вдохнули все-таки новую жизнь в это ну скажем так бездыханные десятилетние десятилетние десятилетний дистиллят звучит по-дурацки десятилетний виски который прорежал этих бурбонных бочках также было и с портвейном с портвейновым финишом мне он очень понравился я всегда считал что этот 14-летний цена-качество вот за 50 евро сейчас немножко даже дороже если честно за 50 евро ты покупаешь виски который вкусный который тебе нравится который можно пить петельный так бутылка с ребятам вечером ушла бы за нечего делать теперь этот это тоже уйдет за нечего делать вот бум и его нет да посидели поболтали но это летний виски еще раз если лозанта был зимним вечером возле камина то квинторубан межсезонье из-за своей такой явной фруктовости из более светлых тонов то вот этот он ну ну скажем так лучшего ничего не пробовал поэтому мне тяжело судить я вот эту бутылку вот эту бутылку у меня их было две я купил в Амазоне они были уцененные уцененные я их купил две штуки одну оставит у меня на полке а одну я подарил своему приятелю он приехал как к себе к своей матери в Лайпциг и я ему подарил эту бутылку в знак благодарности за все время проведенное вместе мы работали мы коллеги и мы эту бутылку открыли мы открыли ее как бы сидя на улице в ресторане ресторан кафе потихоньку из-под полы себе наливали вот мы из-под полы его и пили вот это единственный момент когда я помню что этот сатерн я пил больше у меня сатерновых вин или сатерновых виски никогда не было такая история интересная Андрей если ты видишь это помни еще жена моя была он хорошо пьется он легкий слегка кисловатый светлые я еще раз скажу светлые фрукты кисловатый фруктовость такая летняя фруктовость скажем так может быть где-то персик спелый ну такой не переспелый а спелый с кислинкой я добавлю воды и попробую его с водой фруктовiche как в аптеке раз два три sure верни стал хотя не считаю что так 46 это питьевая крепость его не нужно разводить но советую вам поэкспериментировать я еще раз повторю советую поэкспериментировать с водой бывает это имеет положительный эффект бывает имеет недостаток отрицательный эффект но хуже от этого виски не станет тем более о чем мы говорим мы говорим сколько здесь столовая ложка если в лучшем случае он стал легче он не стал менее сладким у него ушла вся сила напоминает бывшего качка который долго не тренировался и мышцы дряблые вот это вот ну что если нужно будет потом еще сравним переходим к дам да я сегодня смотрел сегодня вот эту не знаю как она смотрится на экране эти пулька по-чешски это клобок надо я вначале улыбнулся и вы почувствовали нос здесь но побеждает потому что он здесь а вот здесь немножко а вот здесь он пахнет действительно сладкий сладко фруктовый но фруктовый такой немножко чуть химическо фруктовый какой-то вот сделал вот эти действительно сладкие мишки вот эти желированные это вот-вот плюс дюшес друзья мои вот помните дюшес дюшес конфеты дюшес была лимонад дюшес я просто говорю все тут я живу в германии уже 95 года то есть дюшес у меня почти 30 лет назад был дюшес если вы если и был тогда тогда дюшесом не интересовался но как ребенком 70 конец начала 80-х я сладкую воду дюшес пил так вот это он опять же груша хорошее яблоко молочный шоколад здесь нос лучше берем шкалу по от 0 до 10 фруктовости да вот это здесь это ну скажем 7 то здесь это 9 охрененный нос охрененный причем я уже стал задумываться поискать ли мне такую бутылку но с другой стороны ну и чё дальше ну будет он там стоять а толку от нее нет она не станет ни дороже ни дешевле она до питье у меня не будет просто времени ну что мне нужно идти дальше здесь эти 46 процентов еще лучше завязаны какая-то круглая картинка у меня получилось этим знаете это здесь еще вот это такое колется и хочется и колется и мама не велит а вот клинка дам 13 сейчас не только не надо говорить он же 13-летний ну что но год до год это много наверно в таком возрасте это почти 10 процентов до он слаще легкая кислинка сзади фрукты во рту виноград яблоко груша курага я глинка дома немного в своей жизни сушь немного я пробовал 15-летний на этом дело ограничилось и 15-летний я давно купил купил его за полтинник как это было еще сколько лет назад за полтинник с тех пор он все еще находится в корень дистиллерии и считается один из таких довольно-таки хороших бургонных виски ладно глинкардом вы знаете он пока побеждает они оба легких они любо летних них нет мощи той темноты то есть душа их светлая и не испорченная скажем так Harrison не испорченная но я думаю по вязкости они оба где-то приблизительно одинаковы в принципе здесь то же самое что и здесь но плюс еще намного мощнее и плюс вот это дополнение с активно выраженным фруктовостью желированных фруктов скажем так из компота сухофруктов да вот это больше то здесь яблочный компот с виноградом добавлением и груш наверное вот так вот если в отелях иногда бывает такая стоит такая бадья а мне лежат мелко нарезанные фрукты там уже сок выделился там и виноград порезанные яблоки порезанные и что еще ананас порезанный вот это вот это все здесь и ананас и ананас не говорю каких-то там экзотических фруктах маракуйя нет я слишком плохо знаю запах маракуйя чтобы начинать спекулировать о маракуйя но может быть и апельсинка здесь хорошая такая но не красная апельсина вот такая есть бывает но это просто апельсина ну что ж не не все коту масленица друзья это я имею ввиду глина раньше есть контрагенты и посильнее а что ты думал думал вот ты что думал ты вот прям вот такой вот вот такой дюшес в полном объеме что-то еще и что-то еще но я сейчас вот все думаешь что же то еще посмотрите как вода эти 46 процентов а вы знаете чего не сделал к сейчас придется это выпить и вот с работа то какая я свет не показал но это сейчас сейчас мы это все исправим мы же хотим студийное исследование произвести дайте до самого глубины а для этого нужно 10 миллилитрами не обойдешься здесь нужен конкретный анализ мы берем анализ свертываемость химия клиническая химия и тельца красная белая тромбоцит ретроцит все проверим плюс еще какие-то климатические факторы вы знаете водой я сделал я сладость уменьшил я фруктовость не уменьшил но и сладость уменьшил тем менее я скажу так вот теперь скала сладости до я говорил свет какой же сегодня день сколько приходится это 100 миллилитров вот такая у нас работа с болото тащить бегемота почему это делаю я хотел вам показать цвет но я оставлю немножко еще на всякий случай вдруг какие-то другие появятся сатерновские разливы и мне придется вспомнить а у тебя было еще чуть-чуть чего-то чтобы сравнить и это я сделаю давайте поставлю ближе всегда впечатляет мне кажется цвет цвет практически нет все таки гленморанджи темнее вот так ну вы наверное сами видите лучше меня мне кажется гленморанджи что вы скажете дайте для себя посмотрю ладно я буду утверждать гленморанджи темнее да однозначно ну что в нашей жизни играет какую роль играет цвет я вас умоляю цвет не показатель знаете как есть виски есть такие есть такая такой независимая фирма которая заливает виски сигнаторе да и она сигнаторе заливает очень много фирмы это радауа потому что это радауа принадлежит ей и бутылки это радауа десять лет от сигнаторе они выглядят как кока-кола да вот вот такой цвет и все ж ну это ж ну мы же цвет пьем мы же не виски пьем и пьем цвет цвет решает цвет не решает ничего вкус решает все ну хорошо теперь опять без без воды неужели нужно столько выпить чтобы начать сомневаться в том что что-то решил изначально ну не изначально а до этого док-ток-ток ты твои выводы нет друзья мои дюшес фруктовая все равно остается в кадаме гленкадами презентабельнее я считаю что для меня гленкадом это более фруктовый виски по текстуре они оба одинаковые они оба вискозные они на свои 12-13 лет достаточно серьезные вопрос день как-то мы говорим о 50 евро и мы говорим о 90 евро а я вам еще вот что скажу я купил бутылку глен оранжи нектар 16-летняя у вас звучит где-нибудь там сзади и я сравню 16 лет да давайте так я сделаю 16 12 13 в одном обзоре и тогда посмотрим правомерный ли этот обзор но не знаю было бы интересно а сейчас нос выразительный еще раз у гленка дома не буду я так мне кажется не кажется так она и есть для меня для меня это долг это его канал это его мысли да у него разведенный он он сладкий не лейте буду хотя еще раз эксперимент если у вас есть достаточное количество миллилитров налейте и и тестируйте да посмотреть что получится вы знаете я не знаю десятилетнего этого может быть там тоже самая ситуация да берется десятилетний клинка там который довольно таки неплохой и кстати гленкадом неплохо а вот гленкадами неплохо отзывался ральфи ральфи известный блоггер виски виски иногда он делает на ромы обзоры он тоже кто найдет его в ю тубе тут увидит да ральфи у него море подписчиков известный шотландский обозреватель с острова айл офф там где проходят на мотоциклетные гонки айл офф мэн прошу прощения айл офф мэн там он живет ладно это я вырежу этого и следовало ждать нет ребята давайте так вердикт все хватит сегодня у нас в нашей студии нашей нашей лаборатории были два пациента один пациент из дистиллерии гленморанджи крепость 46 не фильтрованный и не добавлен краситель и другой пациент это гленкадом 13 лет 46 процентов алкоголя не фильтрованный и добавлен краситель они оба прошли финиш в бочках из-под французского десертного вина сатен и вот теперь они стоят на этом столе и хотят о себе заявить моя задача моя задача решить на сегодня вот в этот момент кто же из них имеет больше шансов на первое место ну хорошо для меня еще раз я вот по моему достаточно выпил чтобы сказать нет я не достаточно выпил алкоголь я достаточно выпил этих двух виски чтобы сказать что для меня ну лучше для меня все-таки гленкадом сегодня гленкадом это тот виски который заслужит моего внимания гленморанджи хорош но между ними еще ребята не забудьте да между ними лежит цена в 40 евро разницы и вот эти 50 за гленморанджи и 90 за гленкадом они конечно делают результат нашего нашей судиной нашего судейного обследования конечно если у кого есть кармане больше денег не поймите меня неправильно ну нужно попробовать эти оба чтобы сказать я готов потратить больше чтобы пить вот это или ты знаешь не это достаточно ну наверное вы скажем так цена-качество это вот однозначно гленморанджи качество и вкус это вот тяжелое решение конечно для меня например для меня и для меня для меня для меня для меня для меня вот это для меня гленкадом 13 лет сатэн каск финиш сегодня победил ну а в конце я как всегда читаю стихотворение ребята вы это знаете сегодня я приготовил стихотворение совсем другого поэта который неожиданно появился у меня хотя почему неожиданно он довольно его больше нет на этом свете но его работы его стихи остались это евгений евтушенко и называется это стихотворение дай бог дай бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым дай бог быть богом хоть чуть-чуть но быть нельзя чуть-чуть горбатым дай бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно и быть богатым но не красть конечно если так возможно дай бог быть тертым калачом не сожраным не чею шайкой не жертвой быть не палачом не барином не попрошайкой дай бог поменьше рваных ран когда идет большая драка дай бог побольше разных стран не потеряв своей однако дай бог чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем дай бог чтобы твоя жена тебя любила даже нищим дай бог лжецам замкнуть уста глаз божий слыша в детском крике дай бог живым узреть христа пусть не в мужском так в женском лике не крест без крести мы несем а как сгибаемся у бога чтобы извериться во всем дай бог но хоть немного бога дай бог всего 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 и сразу всем чтобы не обидно дай бог всего но лишь того за что потом не станет стыдно это стихотворение было написано в 1990 году евгений евтушенко друзья мои вот этими остатками этих двух в общем-то хороших добрых виски я заканчиваю сегодняшний обзор я желаю нам всем добра мира счастья любви я желаю чтобы мы верили во что-то и желаю всем не быть разочарованным в том на что вы всегда верили это страшное дело разочарование рушится все рушится сознание рушится мир твой если в то во что ты верил неожиданно оказывается ложью блефом за вас а я победителя выпила а должен был проигравший выпить ну ладно проигравший будет потом он интенсивный он вкуснее он серьезнее он многограннее я за него я укажу потом внизу под описанием виски бейс может быть вы зайдете почитаете о том что пишут люди о нем независимые люди ни от кого это их впечатление в принципе виски бейс я почему заговорил сейчас о виски бейс потому что это база данных всех виски всех виски кстати насчет всех виски друзья виски бейс клинка дома был 20 23 29 а виски бейс никодоро это 13 32 21 ну вот на этом и подошла к концу сегодняшний наш сегодняшний обзор если вам понравилось ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки пишите что вы хотели бы чтобы я тестировал чтобы я исправил своих видео я старался как мог пишите я люблю ваши комментарии я читаю все я пытаюсь отозваться на каждый комментарий они оставляют пока не оставляю это стоять так просто без без моего участия вас на той стороне за мир за любовь за жизнь не устану повторять мы живем чтобы жить все таки вот док